МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Будьте здоровы» и я, Екатерина Горохова. Тюменцам разрешили выходить из дома, но при этом напоминают об обязательном ношении маски в общественных местах. Регион продолжает жить в режиме повышенной готовности, а потому мы записываем эту программу из дома, где рассказываем о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Начнем с новости, вселяющей надежду. Одно из российских противоковидных лекарств вышло на стадию клинических испытаний. Подробностями поделился с моими коллегами из программы «Вечерний хэштег» Академик РАН профессор Дмитрий Пушкарь. Нашими учеными создан консорциум российских ученых исключительно. Не только, естественно, клиницистов, это и системные биологи, это и наши так называемые молекулярщики, с позволения сказать, да, такой вульгаризм, тем не менее, это микробиологи, терапевты, да, которые все вместе работали и изменили полностью режим применения препарата. Он на доклиническом этапе показал высокую эффективность, и сегодня, и я об этом говорил уже во многих средствах массовой информации, сегодня мы ждем эффект непосредственно по уничтожению вот этого вируса, что, конечно, очень важно, потому что, как вы понимаете, это вирус непростой, вообще, как все РНК-вирусы, но и этот препарат непростой тоже. И очень приятно, что этот препарат производится на территории Российской Федерации и будет доступен любому нашему пациенту. Клинические исследования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии. Именно в Саранске и производят новый препарат. А пока актуальным методом лечения остается переливание плазмы с антителами на COVID-19. Именно такую кровь и ждут на областной станции переливания. Могу сказать, чтобы обращались к нам в учреждения, контакты на нашем сайте, писали нам на электронную почту, звонили, говорили, что я переболел, оставляли свои контакты, мы с каждым выйдем, на каждого отдельно побеседуем и уже будем принимать решение, подходит он стать донором антиковидной плазмы или нет. Десять доноров уже сдали плазму для лечения коронавируса, каждый по 600 мл. Мы видим очень хороший терапевтический эффект, поэтому потребность в этом остается. Надо отметить, что сегодня каждый, кто выписывается из стационара, ему предлагают сдать плазму, поэтому должен пройти определенный период их обследования, и все эти люди получают информацию, мы их ждем на станции переливания крови, чтобы продолжить работу в этом направлении. Что называется, выздоровел сам, помоги другому. Тем временем примерно у 40% от общего числа заболевших отсутствуют признаки инфекции. Бессимптомное течение болезни – загадочная особенность вируса. Многих тюменцев интересует вопрос, а что, если я болею, но не знаю об этом? Выяснить это можно самостоятельно, но платно. В частных медицинских центрах стоимость тестирования разная. В среднем это 2500 рублей. Результат будет готов через 3-5 дней. Анализ проводят быстро и безболезненно. Мазок из ротоглотки берут натощак или через 2 часа после еды. Кроме того, за сутки не рекомендуется употреблять никакие лекарства, а за 3 часа до тестирования нельзя полоскать рот, чистить зубы и курить. В клиниках подчеркнули, что тест на COVID-19 не берут у тех, кто недавно вернулся из-за рубежа, у людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ. В этом случае жителям области необходимо обратиться в поликлинику по месту прописки или вызвать скорую помощь. Если мы не всегда можем достоверно знать, есть ли коронавирус у нас самих, то нам остается только догадываться, сколько зараженных человек прошли мимо нас за день. Бессимптомный COVID-19 – это и есть та причина, по которой медики взывают нас носить маски. Некоторые могут раздраженно воскликнуть «Зачем мне маска, если я не болею?». Будем надеяться, что и не заболеете. А пока нужно строго соблюдать требования, чтобы не заболеть самим и не заразить других. Мы напомним правила безопасного похода в магазин за продуктами в период повышенной готовности. Итак, я вооружилась маской и перчатками. Важное замечание – даже если вы в перчатках, ни в коем случае не притрагивайтесь в них к лицу, потому что перчатки защищают вас от частого применения антисептиков в ваши руки, а не от вирусов. И еще – в магазине вас вправе не обслужить, если вы будете не в маске, потому что в регионе введен обязательный масочный режим. Учитывая, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путями, следует избегать большого скопления людей, а значит, время для похода в магазин выбирать наименее загруженное – раннее утро или поздний вечер. Многие магазины установили на входе санитайзеры для обработки рук и обработки ручек-тележек. Можем воспользоваться предложением, а можем использовать свое средство. Нанесем его на салфетку и протрем тщательным образом ручку тележки в тех местах, за которые будем браться. Немногие знают, но магазинные продукты дома лучше обрабатывать салфеткой, смоченной антисептиком. Или мыть с мылом под проточной водой. Особенно это касается тех продуктов, которые люди часто берут в руки, чтобы выбрать подходящий. Например, пакет молока или кусок сыра. Что касается фруктов, то они тоже должны подвергаться тщательной обработке. Их необходимо также мыть с мылом под проточной водой или можно даже ошпарить кипятком. Ну и раз уж мы в магазине, то отдельно стоит сказать о том, что почаще должно стоять на наших столах в этот непростой период. Специалисты советуют, что для укрепления иммунитета нужно употреблять продукты, богатые витамином D. Это могут быть жирные сорта рыбы или печень трески, а также различные кисломолочные продукты. Например, сметана, кефир или йогурт. На кассах, в торговом зале и в местах выдачи товара нанесена разметка с учетом соблюдения дистанции. Некоторые покупатели по старой привычке забывают ее соблюдать и подкатываются со своей тележкой практически вплотную к другим людям. Так делать нельзя. Уменьшая расстояние между людьми, вы повышаете риск заражения. Бесконтактный способ оплаты предпочтительнее, поскольку вирус еще какое-то время может жить на банкнотах и картах. Но какой бы способ оплаты вы не выбрали, главное – соблюдать гигиену строго и не прикасаться к своему лицу после. Выйдя из магазина, перед тем, как освободиться от маски, сначала обработайте руки или снимите перчатки, если вы были в них. Берем перчатку в районе запястья, одну руки и стягиваем ее. Освободившись рукой, снимаем вторую перчатку так, чтобы первая оказалась во второй. Складываем перчатки в пакет. Теперь обрабатываем руки антисептиком. Чистыми руками аккуратно снимаем маску с лица, взявшись за резиночки. Складываем маску. И помещаем тоже в пакет, который завязываем, чтобы потом выбросить его. Соблюдайте все эти правила, и тогда коронавирус не коснется вас и ваших близких. Если у вас маленький ребенок, и его не с кем оставить, пока вы ходите в магазин, максимально защитите малыша. Действия те же – маска и дистанция. Индивидуальные средства защиты, они все универсальны, зависят все от размера. Бесспорно, если ребенок новорожденный, то совсем не следует ему одевать средства индивидуальной защиты, потому что, наверное, нет тех мест, где бы ребенок должен оказаться. Исключение составляет полиплиника. Там обязательно организовано социальное дистанцирование, обязательно организованы условия для того, чтобы ничего с малышом не случилось. А так можно пользоваться обычными масками, только посмотреть на размер. Можно самим придумать маску, сделать ее из шестисловины, из марли. Ребенку будет удобно. Можно пользоваться разовыми масками. Бесспорно, ребенку в два года, в три года сложнее объяснить и одеть эту маску, для чего она ему нужна. Здесь уже, конечно, должны родители поработать. А так принципиально разница между масками для детей и для взрослых никакой нет. Это средства индивидуальной защиты для человека, для маленького или большого. Есть еще один надежный способ, как оградить своего ребенка от инфекции. Это обратиться за помощью к волонтерам. Позвоните, и ребята доставят покупки прямо к вам домой. Тюменские разработчики создали программу, которая объединит историю болезни COVID-19 и результаты тестов, в том числе на антитела. Многим это позволит избежать карантина при передвижении между регионами или странами, беспрепятственно выйти на работу, получить визу без повторных исследований. Государство будет знать, сколько людей прошло тестирование, сколько людей имеет на данный момент положительный или отрицательный фактор, имеется ли у человека иммунитет. Этой же команде принадлежит авторство программы, которая распознает на лице защитную маску. От других подобных ее отличает расширенный функционал. Система будет подключаться к камерам видеонаблюдения и в зависимости от наличия средства защиты передавать сигнал на входные турникеты и даже станки. Если работник без маски, техника не включается. Он уже не сможет пройти, либо он прошел без маски, либо где-то система заметила отсутствие этой маски. Сработает оповещение сотруднику, который отвечает. И в заключении о новом флешмобе. Все знают, что профилактика коронавируса и других инфекций – это чистые руки. На эту тему уже опубликованы сотни советов. Не остались в стороне и тюменцы, и запустили флешмоб «Моем руки с музыкалкой». Суть в том, чтобы за то время, которое положено мыть руки, а это от 20 секунд, успеть пропеть припев или куплет какой-либо песенки. Присоединяйтесь и вы! Самый заяцей там, самый заяцей мне мой. Когда закричаешь, когда забираешь в квартире, ты сам себя. Сиди, молодец, сиди, давай. Сиди, давай, ходи, давай. Хорошее настроение обеспечено, а это тоже залог здоровья. Так что чаще мойте руки, соблюдайте дистанцию и носите маску. А на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова